привет народ случилась у меня проблема фотография вставлю сейчас сюда отвалился у меня приложение youtube на входе то есть требует какую-то выдает какую-то ошибку и требует постоянно какую-то авторизацию то есть смотреть ничего невозможно то есть у меня как бы там не работала начал я гуглить то есть как это мои любимые подписки все там сохраненные видео надо как-то смотреть но нашел я давайте попробуем вместе разобраться шо и как и что это такое то есть у нас отвалился какая-то там какой-то я швыр я не программист поэтому не могу вам сказать точно для чего как шоу я вот нашел инструкцию и как это как это работает сейчас вам продемонстрирую то есть гуглу надо ключи api какие-то для того чтобы мы он мог разрешить и нашему приложению адекватно работать то есть чтобы он ему пропускал запросы отдавал все что ему надо для этого я нашел покопался опять же в интернете и нашел вот такую вот инструкцию на английском языке ну благо гуглопереводчик работает все классно ссылочку на нее я оставлю под видео и вот здесь все в графическом видео на все сделано ну давайте вместе с вами попробуем пройти еще раз себе я уже еще раз говорю сделал а попробуем как это сказать создать эти api ключи вот просто вот на ходу заходим здесь сразу у нас ссылочка есть на необходимый нам ресурс ресурс это консоль developers . google.com и соответственно мы заходим сюда здесь у нас обязательно надо заходить конечно под свою четкой то есть который вы хотите заходить в youtube да и создаем здесь у вас будет окошко создать проект новый в моем случае я уже создавал их поэтому вот несколько штук у меня есть поэтому тут как бы я буду создавать новый для того чтобы вам продемонстрировать набираем к примеру пускаем название youtube 14 да здесь в этом поле вводим только и наше название здесь ничего не трогаем нажимаем создать да у нас все вот создалось все сейчас я переключусь на это чтобы здесь не путать вот наш проект youtube 14 который мы создали далее что нам необходимо либо нажимаем на кнопочку библиотека либо вот сюда на большую кнопку включить api сервисы мы вываливаемся в меню в котором у нас собраны все возможные библиотеки здесь мы находим youtube data api v3 нажимаем заходим в эту библиотеку и нажимаем ее включить включаем ждем пока она у нас включается так есть да далее с правой стороны создать учетные данные здесь мы выбираем наши youtube data api v3 и выбираем другое с интерфейсом пользователя например кли до выбираем этот и ставим галочку данные пользователя и выбрать тип учетных данных вываливается окно окошко настроить окно запроса доступа да кстати у нас именно вот с таким названием и ошибкой вываливается да там когда в приложении настроить окно запроса доступа здесь мы устанавливаем использование внешний нажимаем создать здесь название приложения которому требуется доступ это у нас название приложения называется youtube допишем и здесь вот надо точно писать как я понял youtube пробел аддон персонал до персонал есть здесь у нас ваш адрес электронной почты ваш скажем такими учетной записи все нажимаем сохранить далее сохраняется все здесь у нас все классно все замечательно все отлично далее выделяем youtube аддон персонал копируем и выбираем вставляем вот создание дефектора клиента нажимаем обновить создатель дефектора вот он вывалился наш идентификатор я не знаю нужен он или не нужен я его на всякий случай скачал честно сказать он мне там дальше нигде не пригодился поэтому хрен его знает нужен он будет или не нужен но я его скачал на всякий случай оставил нажимаем кнопочку готово мы нажимаем создать учетные данные ключ api выбираем здесь ваш ключ api его мы обязательно сохраняем куда-нибудь и собственно все на этом собственно все то есть нам необходимо еще раз подчеркнем обязательно вот этот ключ то есть мы его копируем давайте создам папочку файлик копируем control в это у нас будет ключ api и также нам надо необходимы будут вот эти данные идентификатор клиента и секретный код клиента также я их вот сюда скопировал и вставил да ну то есть для наглядности чтобы вам было понимание вот так сделаем то есть вот три наших вот таких вот набора символов таких как их перенести то есть уж каждый решает сам я допустим пользуюсь сохранил этот файлик у себя непосредственно в приставке и собственно при помощи я отсюда мобильного приложения то есть там можно копировать но открыл эти ты ли ну открыл этот файл чтобы эти надписи были доступны скопировал этот текст вставил приставку то есть как бы ну тут либо руками набирайте тут уж дело конкретно лично каждого ну и собственно далее заходим в настройки нашего ютуба заходим в раздел настроек api заполняем непосредственно наш ключ идентификатор и секретный код ну и по идее все начинаем радоваться на этом собственно все кому понравилось ставим лайки пишем комментарии пока